Строительство школы в микрорайоне Восточная Бутова должно было начаться еще три года назад. Но старый застройщик не торопился. Теперь возведением социальной инфраструктуры занимается новая строительная компания. Мы стараемся наверстать здесь. Даже сейчас строим планы, как идти вперед. Безусловно, предыдущим застройщикам было много упущено, но могу сказать, что за прошлый год мы все это наверстали, взяли ситуацию полностью под контроль и сейчас стараемся ее нормализовать уже в нужном ключе. Исполняющий обязанности главы района Валерий Венцель лично убедился в строительство школы на 1375 мест в Восточном Бутове идет полным ходом. Это что такое посередине? Там у нас расположена библиотека, спортзал, один, второй малый пищеблок со столовой, актовый зал. За последние пять лет на территории Ленинского района построено семь общеобразовательных учреждений. По этому показателю муниципалитет входит в число лидеров по Московской области. И появление новой школы укрепит эти позиции. Она будет введена уже к концу этого года, потому что график он согласованный, но в связи с тем, что зашел новый застройщик на эту территорию и подхватывает всю историю от предыдущего, оно немножечко мы идем в графике, но отстаем ожидания, которые от нас ждут жители. Еще один проблемный объект – детский сад. В отличие от школы, здесь уже благоустраивается территория, ведутся отделочные работы. Губернаторская программа «Детские сады», которая реализуется в Московской области с 2013 года, нацелена на ликвидацию очередности в детские дошкольные учреждения Подмосковья для детей от 3 до 7 лет. Образование – сфера достаточно консервативная, но темп современного мира таков, что он не может отставать от жизни. Почти 400 современных, красивых, уютных детских садов мы с вами построили. В период с 2013 по 2018 годы в Ленинском районе построены введено в эксплуатацию 13 детских садов и 3 дошкольных отделения при общеобразовательных школах. Появление детского сада в микрорайоне «Восточная Бутова» местные жители ждут с нетерпением. У нас с женой двое детей, и сейчас нам приходится добираться до Бутова парк в садик около 40 минут. И когда построят здесь рядом садик, конечно, нам это будет очень удобно. Отдельно стоит отметить, что в новом детском саду предусмотрены и ясельные группы, куда можно будет отдавать детей с полутора лет. Мы уже сейчас можем посмотреть в высокой стадии, находится детский садик на 340 мест. И это будет первый объект социального значения, который будет именно в этом микрорайоне Боброво введен уже 1 сентября. Достаточно конструктивно и правильно подходит подрядчик к реализации тех задач, которые поставил и в первую очередь губернатор Московской области, и муниципалитет перед ними, ну и, естественно, жители ставят. Но застройщик и администрация не собираются останавливаться на достигнутом. Уже в июле нынешнего года в микрорайоне будет начато строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения. Будет детский садик на 140 мест. Это в районе нашей новой застройки, которая непосредственно группа компании «Пик» на площадку вывела. Было 4 башни. Стараемся этот садик параллелить с непосредственным вводом жилых домов, чтобы у нас уже общая картинка на этом пространстве была сложена. Контроль за возведением детского сада и школы будет продолжен. Следующий визит на строящиеся объекты, исполняющий обязанности главы Ленинского района Валерий Венцель, планирует сделать в середине августа. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.